Следующий вопрос. Говорит, если человек, Гаса, незаконно присвоил раба и нанес ему такую вещь, за которую в Шариате установлен штраф, как полная цена этого раба. Как полная цена этого раба. Как если он лишит его двух рук, или его носа, или его полового органа, или его два уха. То есть за лишение таких конечностей в Шариате устанавливается штраф, который равен цене целого раба. Говорит, большинство ученых считает, что в этом случае он обязан заплатить полностью этот штраф, а еще также вернуть раба. Это говорит мнение имама Ахмада, а также Малик, а также имама Шафии. Потому что, говорит, то, что было уничтожено и то, что было лишено, часть раба. Поэтому, говорит, он обязан вместе со штрафом также вернуть самого раба и не имеет права раба оставлять себе. А Абу Ханифа сказал, а также Суфьяна Саури, Говорит, дается право, право кому Малик. То есть владельцу, то, что он забирает, либо ничего не забирает, либо забирает этот штраф, а раб остается кому? Раб остается этому хасибу. Потому что, говорит, он уже выплатит ему штраф полной цены этого раба. Получается, как будто бы он вернул ему раба. Поэтому, говорит, раба этот хасиб уже может оставить себе. Правильным является мнение большинства ученых, что этот хасиб возвращает раба, так как это не его раб. И еще плюс выплачивают штраф за это увечья. Даже если этот штраф будет равняться цене полного целого раба. Далее. Субтитры создавал DimaTorzok